Зачем тебе галерея? Шар-крест будет слушать, так ножик затачивать. Когда 10 московских или российских галерей приезжает на ФИАК, ничто не предвещало, что я стану галеристом. Слово бизнес-план в галерее не подходит. Каждую выставку, в канун каждой выставки художник оставлял свой такой армор. Тут 30 участий. Узнают сейчас о самой интригующей части сегодняшней встречи. Вот это один из советов, который я мог бы сразу дать. Лучшая реклама, лучший пиар. Сейчас это становится не по карману, даже средней галереи. 35 тысяч евро. Это был интересный дом, чтобы это старая Москва. Это, кстати, второй совет галеристу. 1200 дойче марок. Настя. Нам нужны художники, нам нужны молодые художники. Готовы примчаться, как скорая арт-помощь. Это пространство, это была коммунальная квартира, которая расселилась. Я всегда советую, когда ко мне приходят, только главное постарайтесь молчать. Всем привет! Вы смотрите канал Art Channel, а меня зовут Настя. И сегодня мы с вами посетим одну из старейших российских галерей, которая, между прочим, в этом году празднует свой юбилей. И поговорим мы с ее основателем Михаилом Крокиным. Михаил Крокин. Основатель одной из первых российских галерей Крокингэлери. В юности увлекался водным полом, затем переключился на воздушную стихию и занялся прыжками с парашютом, что привело его в летное училище гражданской авиации в Выборге. Организаторские способности Михаила раскрылись в университетские годы во время работы в ДК МАИ, после чего он занялся выставочной деятельностью. И уже 1 августа 1990 года открыл свою галерею. Здравствуйте, Михаил. Прежде всего я поздравляю вас с 30-летием вашей галереи. И в связи с этим прошу вас рассказать о том, как у вас вообще возникла мысль создать галерею, начать галерейный бизнес в 90-х годах. Ни сном, ни духом не мечтал, не задумывался, не помышлял, потому что до 10-го класса я занимался спортом, я играл в водное поло, вернувшись со спартакиады школьников из Ташкента. Я пришел к своему тренеру и сказал, Сергей Иванович, я не собираюсь поступать в физкультурный институт, как вся моя команда, как вся моя сборная юношеская. Я мечтаю о небе. Я перестал ходить на тренировки по 2 раза в день, стал посещать 3-4 раза в неделю, записался в ДОСАФ, прошел курсы парашютного спорта. Я почему-то считал, значит, я расскажу. Дело в том, что я жил в микрорайоне, где жило большое количество семей из аэрофлота. У моих друзей, пацанов, с кем я играл в футбол, у каждого второго папа был командиром экипажа ТУ-154, ИЛ-62 гражданской аэрофлот. Поэтому мы все мечтали о небе. То есть я в 10 классе понял, я хочу летать. И я почему-то считал по своей наивности юношеской, что чем больше я прыгну с прыжков, с парашюта, тем быстрее меня зачистят в гражданскую авиацию. Даже не в военную, даже не в десантуру, в рязанское ВДВ, а в гражданскую. И, значит, два летных училища было в стране. Училище, не институт, а училище. Это Кременчуг и Выборг. В Кременчуге пилоты, в Выборге пилоты техники. В Кременчугское я не поступил, потому что это болотное место, там уже сидели сыновья, кого надо сыновья, студенты. Я поступил в Выборг, а мне очень нравился. Выборг – красивый город, Финляндия. Это же красивые места. Я уехал жить в этот прекрасный город. Я отучился там три года. Я получил диплом, борттехника гражданской авиации, вертолеты. Я полетал в Майкопе, в Краснодаре, в Тюмени, Нижневартовске. Повозили на вертолетах нефтяников. И какой-то момент мой друг, школьный товарищ, с кем я даже не просто школьный товарищ, я с ним даже в детский садик ходил, мы вместе, мой Сережа, до сих пор мы дружим. Он мне позвонил и сказал, слушай, а я вот учусь в Московском институте, пока я учился в Выборге, он служил в армии. И после армии он поступил легко в мои. На экономическом факультете здесь куча всего интересного. Здесь можно заниматься организационными процессами, организацией, управлением, администрированием. То есть не нужно ничего. Я говорю, да, летать я уже не хочу, мне уже надоело, потому что, скажу вам так, что это, конечно, нервный стресс. День полетов в болотных пространствах или в горной местности, когда боковые ветры, когда посадка, каждая посадка, это экстренная посадка, ты понимал, что вечером ты должен обязательно выпить. Так можно было пристраститься. Ну, дело не в этом. Дело мне, конечно, я хотел уже продолжать учиться дальше. Я, может быть, если бы на меня повлияло, может быть, я и пошел бы на другой факультет. Но я приехал и поступил в Московский авиационно-экономический факультет. Таким образом, ничто не предвещало, что я стану галеристом. Продолжаю. Я думал, что я смогу что-то интересное этого... То есть в моей коллекции, в моей жизни, максимум, что я собирал, это марки. Да, марки. Я очень любил. У меня было три альбома, которые, пока я учился в Выборге, мой брат на что-то выменивал. Они пропали, эти марки. У меня были значки. И чеканка. Чеканку тоже очень любил, потому что вот это то, что делается с медным листом, вот как эта композиция, это было круто. И в сувенирных магазинах я не проходил мимо чеканок. Иногда даже покупал. Тоже не знаю, куда они делись. Это все мое творческое коллекционирование, с которым мой бэкграунд, с которым я пришел, значит, во взрослую жизнь. Но на третьем курсе института Майовского, то есть это же надо было понимать, что это было очное отделение, и стипендия 40 рублей, ее было недостаточно. Я решил устроиться в Дом культуры МАИ. Я пришел к замдиректору по художной работе, по художным мероприятиям. Такая Галина Аркадьевна Курочкина, до сих пор я помню. И я ей благодарен, потому что она меня взяла своим помощником. Я занимался организацией студенческих театров, КВНов, всяких вот таких творческих мероприятий в рамках института. А надо было понимать, что такое Дом культуры МАИ, то же самое, как ДК МГУ, так же, как ДК Бауманки. ДК МАИ, он был известное место в Москве, потому что, так же, как и ДК МГУ, так же, как и ДК Бауманки. То есть, это были островки свободы, свободы всего. Там выступала Машула Времени, выступали лицедеи, там выступала Алла Пугачева, которые не давали основную сцену. Где выступали? В клубах при больших университетах, институтах. Соответственно, вот ДК МАИ, я, так как у меня уже была трудовая книжка, и у меня уже был диплом об образовании, то есть, меня могли спокойно в отделе кадров МАИ взять помощником по организации художественных мероприятий. Я работал помощником у замдиректора ДК МАИ. Днем я учился, а вечером я, значит, в МАИ занимался КВН-ами, студенческими театрами. Организациями. Да, помогал вот этими вещами. И в какой-то, когда я уже заканчивал институт, я уже понимал, что я не пойду по направлению никуда, кроме как в ДК МАИ. В 89-м я получил диплом, и опять же мы вместе со своим другом познакомились с некоторыми художниками интересными московскими. Вот так вот случилось по жизни. И мы попробовали сделать выставку. Выставку, потому как тогда тогда была ситуация, когда огромное количество выпускников художных школ, училищ, институтов оказались безработными. Почему? Потому что их никуда не направляли. Это был 89-й год, это уже была перестройка. И они должны были сами себе искать места зарабатывания денег. Если раньше их направляли в цех главного художника, в отдел главного художника какого-то завода, фабрики, в легкую промышленность, или их отправляли на киностудии, или просто художникам при кинотеатре. Представляете, какие были умельцы, они не видя фильма, они не видя слайдов, они рисовали кадры с Алан Деллоном, или с Люиде Фенессом. И это все было в масштабе 3 на 6 метров, и это крепилось, кто помнит, на крышах. Это же потрясающее умение такими художниками. Это казалось бы нам, это легко, это невозможно, это нелегко. И вдруг вот все эти молодые художники, выпускники всей страны, ну как бы вот все, свободные хлеба. И я понял, что здесь нужно создавать какой-то профсоюз, какую-то ассоциацию, как-то объединять художников и помогать организации. С точки зрения организации чего-то, я поднаторел. Поднаторел в ДК мои, это 100%. Мне нужно было понять потом специфику уже изобразительного искусства, экспозиции, вообще как работать с произведениями искусства и куда их потом, как это все применить, все полученные продукты нашей выставочной деятельности. И мы решили, мы сделали небольшую выставку. Есть такая улица Октябрьская, она идет параллельно на Олимпийскому проспекту и приводит к Театру Советской Армии, Российской Армии со стороны, с тыльной стороны. Там был выставочный зал муниципальный. Мне сказали, что там директор и замдиректор две девушки, которые достаточно такие, ну, открытые к разговору, к сотрудничеству. Они вот, да, у них такие современные взгляды на выставки. И я к ним приехал, они сказали, что у них программа муниципалитета, вот, города Москвы, и они не могут нас никуда никак воткнуть. Я сказал, ну, может быть, я могу тогда не просить меня, скажем, чтобы меня распределили через Мосгорисполком и дали бы обещанную выставку через полтора года, а может быть, я могу чем-то помочь выставочному залу, а выставочный зал бартером, так скажем, ответным своим добрым намерением, даст мне выставочный зал. Они сказали, да, у нас проблемы, у нас полы, которым там уже 40 лет, они не циклевались и не покрывались лаком. Я сказал, о, и это мы сейчас вам организуем, и это мы вам сейчас организуем. Я молниеносно нашел бригаду паркетных циклевочных работ, занял у мамы небольшое количество денег, расплатился, они за две недели оциклевали, а там зал большой, там метров 800 квадратных, оциклевали, два раза покрыли лаком, взамен я получил три недели выставки, вот, собрали всех художников, которых мы знали на тот момент, друзей и друзей других художников. То есть все подряд, грубо говоря, не... Да, да, все подряд молодых художников, ну, профессиональных, главное, чтобы они, это были не самоучки, а все-таки, чтобы они были дипломированные, и, конечно, там получился винегрет, но у каждого художника было свое пространство, то есть мы не вешали от пола до потолка, все-таки мы вешали блоками, блоками, и каждый блок имел свою информацию о художнике, биографии, о творческом пути, которого еще не было, вот, но, но, самое важное, как я организовывал гостей, я в то время в газете «Коммерсант» на последней странице каждую пятницу публиковались открытия новых joint venture, филиалов, представителей совместных предприятий, и там писалось о том, какой иностранец приехал и стал возглавлять этот департамент или это совместное предприятие, я вырезал, усиленно там, месяца три-четыре вырезал, значит, собирал все данные по ним, знал, где у них офисы открываются, я понимал, что иностранцы приезжают и попадают в дикое поле, то есть кроме Третьяковской галереи, Пушкинского музея и Большого театра ходить было им официально некуда, вот, и им было интересно, конечно, посмотреть что-то свежее, что-то в стиле там современного антеграунда, может быть, или запрещенного искусства, и я не ленился, я на машинке, я купил машинку, до сих пор помню, называлась «Ятрань», такая машинка печатная, вот, я писал письма, вкладывал пригласительный билет, и мы с другом отвозили по бизнес-центрам и бросали в почтовый ящик, прям именной почтовый ящик, нет, был приглашен, уважаемый, там, господин такой-то, я же знал уже фамилии, я обращался не просто к дамам и господам, нет, это было везде, нет, нет, мало того, благодаря коммерсанту там еще печало, что он приехал с семьей, жена любит вязать крючочком, значит, любит какие-нибудь балеты, еще, то есть, описывались хобби этих людей, поэтому практически каждый второй интересовался, конечно, изобразительным искусством и любили ходить по музеям, это было для меня самое главное, и вот так мы раскидали где-то конвертов 25, я как до сих пор помню, пришел глава представительства Bildzeitung Moskau, немецкий журналист, глава представительства Карл Гюнше, и он купил у нас три картины, 1200 дойче марок, Настя, это половина Жигулей, 1200 дойче марок, это как 1200 долларов тогда было, живыми деньгами, я, конечно, сразу вернул долг маме, я расплатился с художником, и у нас я понял, что это нужно организовать как-то более на постоянной основе, и вот получилось конец 89-го года и начало 90-го занимало мое время осознаванием того, как это все преподносить, как нам все это объединить, как нам назваться, под каким юрлицом, и я нашел культурный центр на Петровских линиях, до сих пор эта улица существует, она соединяет Петровку и Неглинку, гостиница Будапешт, магазин Ноты знаменитой на Неглинке, вот этот угол, я познакомился с директрисой Галина Ивановна Крапивина, я сказал, мы занимаемся выставками, помогаем молодым художникам, у вас есть выставочный зал, а в выставочном зале, когда я пришел, там выставлялись экибаны, сухие палки, какие-то початки от кукурузы, камуши, все это называлось экибаны, все это было красиво, но пахло нафталином и никого из зрителей там не было, потому что никто в этот культурный центр так-то и не заходил особо, там правда были кружки детского рисования, кройки и шитья, пения, что только там не было, но только не изобразительного искусства, и мы договорились, что 12 месяцев в году, 6 месяцев моих, 6 месяцев клуба, культурного центра, я платил честную аренду, и вот 1 августа 90-го года мы подготовили выставку, уже не гоп-компании, да, где 40 человек, а двух художников, Владимир Самсонов, Илья Булавин, Самсонов-живописец, Булавин, перегорочная эмаль, выставка называлась «Но-шаг», «Новый шаг», придумал сам художник Самсонов, а была афиша, плакат, пригласительный билет, фуршет, гости, скрипочка на открытии, было уже все, так как я подглядел, как это делалось на Западе, как это делалось вообще вот, ну, в то время, и все очень получилось, мне все понравилось, я вот не помню, продали мы тогда, или не продали, я уже не помню, это было неважно, а, собственно, это и является точкой отсчета жизни галереи, не 89-й, а именно 90-й, потому что все было более-менее цивильно, как полагается, с присутствием большого количества гостей, художники, экспозиция, подсветка правильная, выставочный зал, правда, там все висело на веревочках, потому как там нельзя было сверлить стены, стены были обшиты мешковиной, такой холстовиной, но тем не менее, это был наш зал, а самое приятное, что на углу была, на углу улицы, а угол, когда Петровские линии соединяются с Неглинкой, на углу стояла круглая тумба театральная, классическая, и там висели программы разные, приглашали на курсы этого культурного центра, мы там повесили большой плакат, то есть у нас на улице висел плакат, и стали заходить люди, вот, и мы стали протапывать такую тропиночку, вот, собственно, и мне, просто я этим увлекся, я понял, что это, я забыл о том, чему меня учили, я забыл о своих мужских профессиях, там, управлять самолетом, вертолетом, строить, организовывать в МАИ какую-то там, я не знаю, промышленность, авиационную промышленность, я все это забыл, все, мне это понравилось, и я переключился полностью на выставочную деятельность, по всей видимости, если в тот момент, когда я заканчивал и получал диплом в БАИ, рядом со мной оказалось большое количество киноактеров, которые, которые закончили вуз и без работы, может быть, я под их, под их уговорами, может быть, я открыл какую-нибудь частную киностудию, а если бы оказалось большое количество выпускников Щукинки, Щепки или Гитиса, я бы открыл, может быть, какой-нибудь театр, тогда можно было все, Настя, можно было открывать театр, кино, строить башню, телескоп на ней, все, что угодно, назовись кооперативом, внеси уставной капитал и делай что угодно. Сейчас согласование, разрешение, не-не-не-не, сейчас вообще направлено в противоположную сторону. А, кстати, вот нередко к нам поступают вопросы от людей, которые не связаны с миром искусства, вообще резонно сейчас открывать галерею. Нет, если ты не связан с миром искусства, то открывать галерею это как ходить в темной комнате на ощупь, еще и, скажем, без каски, без шлема. Шишек набить можно только так и потерять все то, что, скажем, заработал. Все-таки надо понимать главную задачу, зачем тебе галерея. Если это просто клуб по интересам, с друзьями встречаться, то ты можешь открыть вот киноквартирник такой, квартиру превратить в такое место встречи, раз в неделю, читать книжки, обсуждать новые фильмы. Галерея это это не просто место потусить, посидеть, покурить бамбук, попить ликерчик и расслабиться. Галерея это фабрика, это ежедневный труд, общение с художником, подготовка коллекции к будущему открытию, выставка. То есть у тебя в запасе, в твоем багажнике должно лежать как минимум 10-12 выставок, когда ты открываешь галерею, потому как это как одно сменяется другим, у тебя должен быть ритм. если ты открыл выставку и она у тебя проходит 3 месяца, ну извини, это уже неинтересно, то есть в галереи должно быть ежемесячное открытие, ежемесячный вернисаж, соответственно, кураторская программа, искусствоведы, статьи, тексты, новые работы художников, это труд, этим надо заниматься и работать. Либо ты набираешь штаб 15 человек, и тогда ты очень быстро теряешь деньги, потому что всем надо заплатить зарплату, либо ты это делаешь сам, у тебя 1-2 помощника, но тогда ты с утра до вечера занимаешься проблемами галереи. Я не могу сказать, не надо открывать галереи, пожалуйста, открывайте, но я своим друзьям, когда меня спрашивают, вот так, немножечко, пример, конечно, из другой оперы, я говорю, очень страшно первый раз прыгнуть с парашютом, очень страшно, ты видишь эту высоту, тысячи метров, тебе надо прыгнуть, дергнуть кольцо, ты понимаешь, а если не дернется, не откроется, но самое страшное, не первый прыжок, а второй прыжок, потому что ты знаешь, как тебя долбанет об землю, то есть, потому как новичкам дают парашюты самые надежные, но они самые простые, это D5, D15, десантный парашют, он очень тяжелый, но на нем летишь со скоростью 3 метра в секунду, если ты в момент приземления не сгруппировался, у тебя потом скелет будет болеть, скелет, ты вот идешь, неделю уходишь, а у тебя болит скелет, не мышцы, скелет, это другое ощущение, и вот второй прыжок страшнее, потому что ты знаешь, как тебя тряпит, поэтому самое страшное для галериста, это второй год, ты первый перелопатил все, а вот второй, как ты войдешь с новой программой, вот это самое страшное, если преодолевает человек второй год своего детища, галерийного, то все нормально, все пойдет своим чередом, если переключится на что-то другое, значит уже не галерист, значит уже это будет шоу-рум, это может быть арт-салон по перепродаже предметов искусства, но это будет не галерея. А вот, например, у человека есть бизнес-план, он уже расписал пять лет вперед, как вы считаете, не переполнен вообще арт-рынок российский галереями и вообще в принципе мировой. Слово бизнес-план галерея не подходит, творческий какой-то план, может быть, да, может быть выставочный план. Дело в том, что происходит всегда, не всегда так все гладко, потому что художники это не, это не конвейер, да, они не выдают обязательно, то есть к обещанному сроку новые работы, новые, новые идеи, то есть всегда должен суметь лавировать, ты всегда должен уметь иметь замену какую-то и, конечно, планировать на пять лет вперед, это очень сложно. Вот у нас получается так, у нас расписаны полгода 2020 года, вот уже расписаны, просто знаем кто, но при этом мы не сто процентов не гарантируем, что эта выставка состоится, либо художник попросит продлить, перенести, потому что не все готово, либо мы увидим, что сырая выставка, мы можем честно сказать, что мы ее переносим наперед, но, скажем, до весны 2021 года у нас все уже запланировано, дальше невозможно, потому как мы имеем дело с живыми людьми, живыми гениями, да, и у всех есть жизни, срывы и взлеты, невозможно вот применять терминологию бизнеса, такого вот прям промышленного бизнеса или банковского бизнеса, здесь можно только, потом тут очень много на чуте, тут нужно чувствовать, чувствовать время, чувствовать удачный момент, да, когда меня спрашивают, откуда все, я говорю, ну не знаю, наверное, от мамы, вот я какие-то вещи чувствую, какие выпускаю, не чувствую, но поэтому у меня есть прекрасный мой коллега, куратор Александр Петровичев, который прошел, знаете, как раньше, когда назначали министра, в газете читали, начинал с обычного слесаря, монтажника, перешел начальник цеха, директор завода, потом т.д. и вот теперь он министр, то есть он прошел путь настоящий, вот Петрович, он поступил 905 года, закончил художественное училище 905 года, потом закончил Суриковский институт, потом закончил академию художников, где уже учился не на художника, а на искусствоведа. Он настолько в теме, он настолько пропитан вот всем, всей этой жизнью, то его так просто вокруг пальца не обвести. Он видит все, и поэтому он прекрасно, в случае чего он советует, что этот художник вторичень, а мало в нем самостоятельности, или же выставка не готова, она еще сырая, нужно доработать. То есть я прислушиваюсь, конечно, к его мнениям, это мне помогает, почему? Потому что мне не обязательно быть дипломированным искусствоведом, то есть мне достаточно быть дипломированным организатором производственных каких-то процессов, да, и иметь небольшое ощущение, что вот чутье и прислушаться. Самое главное, первый год, а может быть два, когда ты открываешь галерею, не давать интервью профессиональный, то есть ты можешь говорить на простые темы, но в искусстве, потому что ты несешь полную ахинею, потому что ты не, ты, и если у тебя нет художественного образования, молчи, не говори, что вот это, мы откроем сегодня выставку гениального художника, а какого художника ты можешь назвать негениальным, они все гениальны, попробуй ты ему сказать, ты знаешь, вот он гениальный, а ты негениальный, да, устроиться, начнешься драка. Поэтому вот такие, что я всегда советую, когда ко мне приходят, только главное, постарайтесь молчать. Я, конечно, понимаю, что там хочется наговориться, в микрофон, в камеру, потерпите, для этого есть специалисты, профессионалы, которые красиво скажут о выставке, смогут ее описать, смогут рассказать о концепте, о идее выставки, а вы помалкиваете, помалкиваете, слушаете, записываете. Вот это один из советов, который я мог бы сразу дать. А насчет переполненности арт-рынка, что вы можете сказать? Ну, я не понимаю, что такое переполненность арт-рынка, почему? Потому что люди, ведь люди не покупают, то есть часто, конечно, люди покупают для решения интерьерных каких-то своих задач, но человек, который называет себя коллекционером, он ищет родственную душу в художнике, не просто потому, что картинка нравится, а потому, что он понимает, что в этой картинке он сам переживал это, он сам это видел, и он сам это чувствовал или видел во сне, и он понимает, что жизнь художника, судьба художника очень близка к его жизненным каким-то взглядам, и человек начинает влюбляться в эти произведения этого художника, и он начинает их коллекционировать, вот и все. Здесь совершенно непредсказуемая ситуация, то есть нельзя сказать, что рынок переполнен, потому что коллекционер, который приходит в твою галерею, он серьезный индивидуал, то есть он неповторимый сам по себе внутренне, и говорить, что он пришел, потому что увидел у кого-то те или иные картины тех художников и хочет то же самое, это большая редкость. Чаще всего они все уникальны в своих решениях, в своих принятиях, в визуальных каких-то эмоциях, и может быть, рынок переполнен, но он придет и купит у тебя целую выставку. А ты будешь говорить, такие же картины везде, вот на каждом шагу. Нет, сегодня покупается не просто изобразительная какая-то история, а еще и судьба художника. То есть мы вот отличаемся тем, что нам интересны судьбы художников. То есть выставка, на которой мы сейчас присутствуем, она называется «Кабинет художника». Это синоним слову «музей-квартира художника». То есть моя мысль была открыть как можно больше музей-квартир при жизни художников, о которых есть что рассказать не от окончания института и к сегодняшнему дню, а наоборот, до вступления в института и в детство. Как судьба его распорядилась, что он стал художником. Вот у кого дедушка художник народный, папа заслуженный, и сын пошел по стопам, это здорово, это хорошо, но нету ничего такого, с чего можно было бы восхититься, чем восхититься. А вот когда человек, например, спортсмен, профессионал, получает травму спины и в 20 лет остается вообще ни с чем, потому что он не учился, и вдруг вспоминает, что у него есть аттестат художественного училища и становится художником, он переломил судьбу и стал крутым в своей новой профессии. Это серьезная история. Вот здесь судьба художника, судьба, вот эта линия жизни, она очень интересна, и мы как раз таки, вот кабинет художника позволяет нам рассказать о художнике, который вот и Батынкова таким не знают, чтобы Батынков работал на бумаге, чтобы он доводил коллажи до того состояния, что бумага превращается как бы в медную пластину, как будто бы это, как будто бы это какие-то гравюрные пластины. Такого за ним никто никогда не наблюдал, не видел. А мы отыскали эту серию работы, мы показали здесь совершенно неожиданный взгляд, взгляд на его творчество. Потому что его знают как живописца, его знают как человека, который рисует большие холсты, монохромные, черно-белые холсты. А тут вот такие деликатные работы. Отошел в сторону, да. Итак, если у человека есть желание, если человек хочет попробовать себя, в этом надо пробовать, иначе он потом себе не простит. Но просто надо быть готовым, что если ничего не получится, что ты не побежишь за веревкой и не повесишься на первом же крючке. То есть ты должен быть психологически готов, что это очень сложное дело. Да, это не просто так сесть на яхту, многомоторную яхту и поплыть. Этому надо учиться. Всему надо учиться. Сегодня тем более. А возвращаясь к вопросу о вашей галерее, она вот находится в нестандартной локации, как все вообще арт-пространства в Москве. И я хотела бы спросить, с чем связана такая секретность локации? Во-первых, никакой секретности. Просто в московских подъездах завели домофоны в свое время. Появился домофон, вот и все, сидит консьерж. А когда собрание дома, они решили поставить второй домофон перед лифтом. Но на самом деле, я скажу так, когда это же был дом, тут были коммунальные квартиры, здесь реально в подъезды заходил, и тут ночевали бомжи на пятом этаже, потому что там самое теплое место. И я понимаю, соседи с пятого этажа, кто решили все-таки домофон второй поставить. Я это все понимаю. Но, с другой стороны, это такой фильтр, и если человек преодолел консьержа, зная, что идет к нам, набрал код, поднялся на наш третий этаж. До этого предварительно, конечно, позвонил, узнал, мы сказали, как код, как пройти, может быть, даже мы спускаемся, не встречаем. И человек сюда пришел, это наш человек, это наш гость, предметно пришедший посмотреть выставку, а может быть, и приобрести что-то. Когда у тебя выход на улицу, и по твоим окном проходной до двор, грубо говоря, улица, и туда к тебе заходят все подряд, тебе невозможно работать. Вообще, задача галереи, ко всему прочему, еще и сидеть у компьютера, собирать архивы, описывать произведения, писать тексты, то есть это такая кропотливая работа, как в библиотеке, сидишь в тишине, а когда каждую секунду дзын, 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 и проходной двор, и тебе мешают работать, ты понимаешь, что это невозможно, это так долго продолжаться не может, мы в какой-то момент поняли, что с улицы к нам не приходит качественный зритель, а приходит зритель, который предлагает купить книжку, купить колготки, билеты в табакерку, картошку воронежскую, башкирский мед, это катастрофа, я на двери галереи написал, прошу торговых агентов и бизнес всяких маркетологов не звоните, не беспокойтесь, потому что люди думали, что нам это интересно. Попав на третий этаж этого дома, я сначала переживал, но ведь кто бывал в Нью-Йорке или в крупных вот таких столицах, городов, где большое количество галерей, мало галерей с выходом на улицу, очень много галерей именно в небоскребах на 20-м этаже, на 17-м это какие-то бизнес-центры, везде галеристы ищут возможность минимизировать расходы, не связанные с творчеством, то есть аренда это деньги в песок, да, скажем, или лучше эти деньги потратить в художника, в мотивацию новой выставки, в лучшее освещение, в производство скульптуры, нежели просто вот так банально заплатить за аренду. Собственно, сюда я переехал и сначала переживал, потом я стал более счастлив, чем первые недели пребывания, я понял, что с одной стороны здесь мы можем нормально работать и готовить выставки, второе, мы упускали большое количество маленьких персональных выставок, которые вот там на большой полянке, они терялись, это просто было, не у всех художников огромная производительность, мы не можем там по полу 120 метров квадратных было, а по стенам все 400. Вы представляете, вот такую выставку показать на стенах 400 метров, она будет пустая, горох будет на стене и все, то есть там было большое пространство и мы маленькие выставки упускали, пропускали, говорили, ты знаешь, не сегодня, давай вот как-нибудь, а тут нам удается создать такое камерное ощущение, интимно, ты попадаешь в мир художника и ты можешь это рассматривать, ты можешь разговаривать, ты можешь сидеть в кресле попивать чай и обсуждать о будущих планах этого художника, о его поездках, это становится интересно и я подумал, что ну вот да, вот третий этаж, ничего страшного, зато прекрасный балкон, с которым мы поем оперные наши там, ну пели пока что, уже, да, мы продолжаем год, ну, это весна. То есть дело в том, что мы поем в какие-то большие праздники для города, для страны, это 1 мая, 9 мая, это один раз были 12 июня, это день России и первая неделя сентября это день города. Вот это тогда, когда люди гуляют в центре, вот он, пешеходная зона и можно прекрасно петь, гости наши собираются на улице под балконом, аплодируют, потом приходят к нам и мы вместе с исполнителями оперными и вместе с художником, чья выставка на тот период в галерее, ну, там празднуем, обмываем и, да, чокаемся, пьем вкусное вино и радуемся жизни. Так получилось, что эта весна пролетела вся в карантине и 1 мая, и 9 мая. Мы бы 8 марта пили, но 8 марта еще холодно на балконе, поэтому ребята боятся на холодно, еще мокрый снег может пойти, поэтому 8 марта, к сожалению, мы устраиваем внутри. Балкон опера у нас наружу, а вот внутри мы периодически тут устраиваем. Это пространство, это была коммунальная квартира, которая расселилась, было снесено огромное количество перегородок и здесь устраивались киноквартирники, здесь, собственно, и вот поднятый пол там, это сцена, вот, где выступали с поэтическими вечерами, с кинопоказами, с театральными, с фокусами. То есть вы продолжаете эту традицию? Так это было, да, а потом вот здесь появилась такая галерея. Я хотела еще спросить, почему вы выбрали эту локацию, именно этот дом и как? Я ничего не выбирал, у меня была галерея на большой полянке, я ленивый человек, я не люблю далеко ходить на работу, то есть я стал искать, что где-то, значит, надо здесь искать жилье. У меня был тренер, я сейчас просто отойду в сторону, который говорил, если учеба мешает спорту, а я был спортсменом, я тренировался, играл за сборную, водное поло, вот, если учеба мешает спорту, надо бросать учебу, поэтому, понимаешь, если есть галерея на полянке, то жить надо, что? Где-то рядом, я стал искать эту локацию, а, конечно, хотелось бы, чтобы это был интересный дом, чтобы это старая Москва, и вот нашли такой доходный дом профессора Эйберлинга, который построен в 1913 году, весь этот дом был заселен коммуналкой, и эта коммуналка, этот дом принадлежал, как бы, в нем жили люди, трамвайно-троллейбусного парка на Шаболовке, вот в этой комнате жила дама, мать-одиночка с двумя детьми, которая была водителем трамвая, вот, кондуктором, нет, водителем, как это называлось тогда, водитель трамвая был как-то по-другому, машинист, водитель, так, вот, почему эта комната, потому что с балконом и двое детей, а остальные комнатушечки были такие, там буквально по 12-15 метров, тоже водитель автобуса, водитель троллейбуса, вот, и это была настоящая коммуналка, страшная, запущенная, вот, все снес, всех расселил, полы укрепил, потолки укрепил, и сделал большое пространство, которое рассчитывал на квартирники, на такие тусы, какие-то сборища, тогда это было очень по-новому, все это было все в новиночку, было интересно, вот, так вот, дом профессора и Берлинга, расскажу такую историю, это с 13 по 18 год, в Санкт-Петербурге, в Москве, группой архитекторов, выпускников Российской Академии строительной архитектуры, что-то такое, они придумали проект доходных домов, как только ты видишь дом желтого цвета, с белыми, балясинами, окнами, эркерами и с зеленой крышей, это доходный дом, архитекторы, смеясь, называли их яичница под зеленым луком, потому что он желтого цвета, ну, такой фасад был, белый, белый антураж всяких этих окон и балконов, и жестяная крыша покрашена зеленой краской, выглядела, как яичница под зеленым луком, так вот, они понастроили большое количество таких доходных домов, этот дом занимал профессор Эйберлинг, он в чистом виде прототип профессора Преображенского в собачьем сердце, серьезно, просто профессор Преображенский занимался мужскими проблемами, а доктор Эйберлинг женскими проблемами, он занимался рождением детей, здесь была своего рода частная, частный роддом, и знаменит он был тем, что он принимал роды у, ну, скажем так, второго колена царской семьи и вот до дворянства, да, я, конечно, мечтал найти бы здесь домовую книгу, кто был рожден в стенах этого дома, это же, ну, точно, это были дворяне, князья, да, ну, где ты сейчас найдешь, революция все смела, так вот, его не тронули, он в 24-м году сам спокойно выехал в Германию, его отпустили, потому что, конечно, всем, у всех комиссаров и у всех большевиков были жены, и всем надо было заниматься, собственно, и рождением детей, и приемом родов, значит, на этом этаже было родильное отделение, на четвертом этаже всего дома жила сама семья профессора Эйберлинга, на втором приемные кабинеты и, ну, там, профилактические какие-то, а на первом жили доктора, медсестры, медбратья, которые помогали профессору Эйберлингу, откуда я знаю эту историю, потому что, когда я сюда вселился и сделал ремонт, у меня была собачка, с которой я по вечерам выходил гулять, у соседа на втором этаже тоже была собачка, дворняшки, которые тоже гуляли, и вот мы гуляли, 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 познакомились поближе, и он рассказал, что он родился в этом доме, его мама была сестрой-акушеркой у профессора Эйберлинга, и все, что я сейчас рассказываю, я рассказываю со слов Давида Сакыча, а Давид Сакыч был заслуженным юристом Министерства автомобильной промышленности СССР, он возглавлял там департамент, юридический департамент, и когда ему исполнилось 60 лет, министр пригласил его в кабинет и сказал, Давид Сакыч, что вам подарить, и он попросил, говорит, подарите мне, пожалуйста, возможность вернуться в тот дом, где я родился, потому что этот дом был весь коммунальный, ну все, то есть это советская власть, тут все перестроилось, тут по нас повыбивали кучу дверей, на каждом этаже теперь по три квартиры, а это все была одна дверь на одну квартиру, суммарно это, видимо, где-то было 500 или 600 квадратных метров, да, да, и министр спросил, а что, климентовский переводок, дом 9, и министр выселил, ну так как это автомобильная промышленность, а так это сам трамвайно-троллейбусный парк, это же, выселил коммуналку на втором этаже, вот, и там до сих пор живет семья Давида Исааковича, он сам умер, к сожалению, 10 лет назад, вот он мне всю эту историю рассказал со слов мамы, которая здесь помогала профессору Эберлингу, и он рассказал, как церковь святого Климентия два раза хотели взрывать, первый раз в 18-м году, второй раз в 1935-м, и какими ухищрениями ее удалось сохранить, превратив ее в гохран, библиотеки, государственной библиотеки имени Ленина, то есть они туда свозили стенографические рукописи съездов большевиков, специально, чтобы эта церковь как бы сделалась хранилищем в государственной библиотеке, вот, там очень много историй, то есть дом знаменитый, дом профессора Эберлинга, и тут недавно я получил газету «За Москворечья», там вкратце описали о профессоре, но не описали о том, какие здесь происходили ситуации, но... А таблички нет, да, нигде? Таблички нет, я не знаю, таблички нет, тут есть табличка последний адрес на входе, какая-то медсестра была репрессирована, я вот не знаю, какая вот, не уточнял, но до сих пор вот жена Давида Исааковича и Яна Александровна на втором этаже, она много чего может рассказать, если вы хотите сделать такую, а-а-а, да, заняться таким вот городским исследованием и собрать всю правду об этом доме, я вам только частичку сейчас расскажу, потому что интервью у нас о другом. Так вот, потолки здесь настоящие, высокие, над ними еще короба, вот такие по 40 сантиметров, и это идет вентиляция, и под полом такие же короба вентиляция шла, вот, везде были камины, как минимум, для отопления, ну, как делюсь, для коммунальной, для коммунальной квартиры, заложили их, и все, и все, вот, дверь наша, которая входная, она в реального размера, реального размера, то есть многие закладывали и делали меньше двери, соседи, а у меня в реального размера, она была вот такой, какой она сейчас, то есть она была деревянной, старой, ужасной, я ее поменял, но сохранил общий, общий размер, и так получилось, что мы с художниками однажды грустно смотрели на эту дверь, это было в 15-м году, с Александром Пономарем, я сказал, Саша, а вот тут такие квадратики, прямоугольнички у нас есть, может быть мы там оставим какие-то автографы, каждый художник в канун своей выставки оставит автограф, арт-автограф, не это, а Пономарев достает тут же маркер акриловый и рисует перископ подводной лодки, это первая работа, которая появилась в апреле 15-го года, так стала традицией каждую выставку, в канун каждой выставки художник оставлял свой такой, а тут 30 участий, к сожалению, дверь закончилась, свободных мест больше нет, следующую ставить, вот я сейчас думаю снимать внутреннюю деревянную, юбилейную, как раз дверь, вот вторую, ну вот сейчас мы будем, мы же это делаем не для отчета, это было вот такой бах, эмоционально, раз, экспромтом, и запустили, там еще есть стена отпечаток рук наших художников, а как вообще попасть в вашу галерею, попасть художником или попасть зрителем, попасть зрителем, очень просто, мы есть во все социальных сетях, у нас телефон даже заканчивается на 0303, мы готовы примчаться, как скорая арт-помощь, позвоните, 964-564-0303, мы даже телефон специально придумали, нас легко найти, позвонить, сказать, мы хотим прийти к вам на выставку, мы скажем, хорошо, сейчас у нас группа товарищей гуляет по выставке, приходите через час, мы вас встретим, внизу бронзовая кнопка, домофон, консьерж откроет, поднимайтесь на третий этаж, дверь нашу никто не спутает с другим, не пройдет мимо, если только перепутать этажи, например, на четвертый. И второй вопрос, да, вот как попасть художником, потому что многие молодые художники вот интересуются, как вообще, смело приходить, показывать готовые проекты, замыслы, делиться, вот и все. Сначала, конечно, первый раз я скажу нет, это, кстати, второй совет галеристу, второй, что надо научиться, сразу говорить нет, и будет на коленях умолять, нет, вот, после этого, когда уходит художник, возвращается через неделю, и ты понимаешь, что нет, он все-таки настойчив, и ему все-таки это нужно, ему нужна эта выставка, потому что он не просто так, пробегая мимо, забежал и сказал, не хотите ли вы показать мои работы или познакомиться, нет, он хочет доказать, что он хороший художник, я уже скажу нет, с такой, с оттяжкой, ну, пожалуй, нет, вот, то есть мне, потому что, если художнику это нужно для галочки, просто поприсутствовать, нам это неинтересно, если мы берем художника работать с ним, то мы работаем с ним всерьез, надолго, сотрудничая, планируя новые его выставки, участие в групповых выставках, ведь мы же не ограничиваемся квадратурой галереи, что такое галерея, то есть у нас мы можем выставить, соорганизовать выставку где угодно, хоть в холле метро Третьяковской, проблем никаких нет, просто когда мы знаем идею, которую хотим воплотить, мы ищем пространство, таким образом, у галереи в году два или три проекта больших за пределами самой галереи, это либо выставочный зал Академии художников, на Причистенке, это либо были вот прекрасные выставки у нас в Ермолаевском переулке музей современного искусства, где директор Василий Церетели, это несколько раз мы у Ольги Львовны Свибловой выставлялись, даже в Московском планетарии минус девятый уровень, на парковке Московского планетария, даже там мы сделали две большие выставки, мы не стесняемся в поисках новых пространств, и конечно, когда мы достигаем договоренности с новыми пространствами, они по тысяче квадратных метров, там мы можем позволить себе большую групповую выставку, конечно, с определенной темой, вот, и мы, и нам нужны художники, нам нужны молодые художники. А ездите ли вы на ярмарки? Мы ездили до последнего момента, ездили часто, вообще, я скажу так, что с 93-го года я первый раз поехал на Арт Франкфурт, мы честно прошли жюри, сэлекшн комити, честно прошли всю заявку, заплатили, приехали, и это была наша первая ярмарка современного искусства, пожалуй, одна из моих любимых, которая, к сожалению, сейчас закрылась, потому что город перестал помогать, и вот, я хочу сказать, что ярмарки очень сильно помогли нам в поиске новых, новых путей, новых художников, да, у меня выставлялись и немецкие художники, итальянские, французские, то есть ярмарки, я видел своих коллег, галеристов со всего мира, видел, как они готовят экспозицию, я видел, как они готовятся к большим выставкам, какие печатные продукции у них, я видел, как они все это подсвечивают, какие технологии применяют, то есть это было очень интересно, был обмен опытом, до тех пор, пока ярмарка современного искусства не стала, как вы любите говорить, бизнесом, то есть я тоже сейчас могу объединиться с группой товарищей, значит, объявить ярмарку современного искусства арт за Москворечье, да, собрать со всех деньги за участие, скажем, по 5 тысяч евро, набрать 20 человек участников, 20 галерей, построить какой-нибудь шатер на берегу Озерковской, ну там, Озерковской набережи, например, понимаете, вот, заработать деньги, а уже само мероприятие меня не будет интересовать, я как бы, вот я вам для все организовал, вот вы приехали, выставляетесь, а уже как продадите и кому продадите, вы уже сами, пожалуйста, решайте, вот, мы будем задействовать соцсети, и все, но с 20 человек я по 5 тысяч евро уже собрал, да, я уже имею 100 тысяч евро, и, собственно, это бизнес. Раньше это было делом городских властей, их имиджем, что наш город вписан в число международных ярмарок современного искусства, Арко Мадрид, Фиак Париж, Арт Франкфурт, Арт Кёль, Арт Ницца, даже Арт Каны, понимаете, вот, а сейчас это становится, все просекли, это стало бизнесом, то есть они говорят, да, ну, Арт Брюссель, прекрасный ярмарк, конечно, туда съезжалось со всего мира, очень-очень круто съезжалось, большое количество интересных галерей с новыми именами, с новыми художниками, это было интересно, то есть это было по карману, сейчас это просто бизнес-проект, сейчас эти ярмарки превратились просто в сбор денег от участников. А когда произошел вот этот перелом? Вот это где-то перелом произошел в начале 2000-х, когда приезжает человек, дирекция Арт Париж, говорит, Михаил, мы вас знаем, вы участвовали, да, я участвовал в Арт Париже в 97-м году, но там я за участие заплатил 6000 французских франков, а сейчас они просят 35000 евро, и я говорю, а как вы думаете, да, вот мы будем выставляться в Лувре, да, это будет 4 дня выставочных, а как вы думаете, во Франции сегодня за 4 дня можно продать на 35000 евро? Это просто, чтобы в ноль, вообще-то надо на 70 тысяч продать, чтобы хоть что-то заработать, и художникам заплатить. Они говорят, ну вы понимаете, это вот это, я говорю, да, но я не живу во Франции, для того, чтобы мне найти аудиторию коллекционера во Франции, мне надо там часто бывать, соответственно, я один раз приеду на Арт Париж, второй раз приеду, только на третий год, может быть, меня будут узнавать и начнут покупать. Они же коллекционеры, они очень консервативные, особенно в европейских странах, они любят сначала покупать свое современное искусство, потом уже иностранное. Так вот, на гребне славы Горпачев, объединенная Германия, перестройка, мы на Арт Франкфурте в 93-94-95 год продавали по пол стенда. А сейчас политическая ситуация другая, то есть сейчас можно даже испугаться, увидев, что это галерея из Москвы, о-о-о, что-то задумали они, тут чего притащились к нам, я шучу. То есть сейчас в ярмарках экономически невыгодно. Они, каждые организационные, каждый оргкомитет ярмарки, будь то новый, будь то уже, ну, такой старинный, со стажем, они все выставляют серьезные ценники, серьезные инвойсы на аренду, на освещение, а это же надо еще приехать, растаможить, жить. Это получается кругленькая сумма. И получается, что тебе, как галереи коммерческой, но не капиталистическо-коммерческой, не интересно туда ездить, вкладывать огромные деньги. Почему? Потому что раньше, раньше спонсоры от имени городских властей или от имени крупного бизнеса помогали этим ярмаркам, как минимум, покрывая аренду. И на галеристов возлагалась доплата за небольшое количество потраченных денег на инсталляцию стенда, на дополнительные перегородки, до освещения, на мебель и на проживание на дорогу. Все. Сейчас это становится не по карману, даже средней галереи, потому что это серьезные риски. А что насчет российских ярмарок? Ну, а что российская ярмарка? Была очень хорошая ярмарка «Арт Москва» в хорошем пространстве. Она накрылась медным тазом. «Арт Манеж» не по карману, потому что у Манежа серьезные аренды, и там большие деньги, смысла нет. Ну, сейчас вот гостиный двор, вот его бедный уже, и кто только там не выставляется. Что я могу сказать? В России-то коллекционеры их не становится больше, наоборот, их становится меньше, потому что люди уезжают. Люди уезжают, люди закрывают бизнес, люди уезжают, люди стали меньше зарабатывать. Если мы говорим средний класс, который тоже покупал, начинал покупать, то есть и средний класс теряет работу. То есть людям сегодня в этой экономической ситуации не до произведения искусства. Первое, что люди перестанут покупать, это произведение искусства. Последнее, что люди будут перестанут покупать, это еду. Поэтому итальянцы, переселяясь в Соединенные Штаты Америки, первое, что делали, открывали рестораны и пиццерии, потому что всегда еда под боком, и всегда клиент будет питаться. Потом уже ателье, красивые одежды, мазерати, все такое прочее. Поэтому искусство, к сожалению, и нам, нас честно, вот нас очень спасло в дефолтовые 98-99 года, нас честно спасли в участии в международных ярмарках. Там у нас большое количество коллекционеров. Вот. И достаточно лояльное присутствие там. То есть, поймите, уезжай из Москвы с выставкой, вот у тебя, например, 40 картин, и ты едешь, ну, предположим, в Бельгию на выставку, например, линии арт. Это в Генте хорошая старинная ярмарка, или арт Брюссель. значит, министерство культуры здесь. Надо получить справку на вывоз, заплатить. Таможня наша за таможить, заплатить, они должны проверять, потому что уже раньше было разрешение на вывоз, которое давало департамент министерства культуры, а теперь справка на вывоз, а разрешение дают таможня. А таможник будет разбираться, заплати пошлину, вези. Опять, туда объезжаешь, таможня Евросоюза, за таможню. И это вот, когда ты начинаешь понимать, что вот эти преодоления, они все жестче и жестче, тебе не хочется ездить, потому как это не нужно городу, в котором ты живешь, это не нужно министерство культуры, которые, в общем, должны тебе помогать, потому что это лучшая реклама, лучший пиар, когда 10 московских или российских галерей приезжают на ФИАК, и они становятся гостями фестиваля, да, и будут говорить о русском современном искусстве. Это же лучше пиар. Это стоит 3 копейки помочь, но весь мир прочитает, что 10 московских галерей присутствуют на ФИАК Париж отдельным блоком, и вот такие-такие-такие-такие художники, раньше мы не знали, оказывается, это талантливейшие мощные имена. Все. Поэтому мы начинаем существовать как бы сами собой, да, то есть не рассчитывая ни на какую помощь. Если кинематография получает помощь, если театры получают дотации, то галереи современного искусства, да, музеи тоже получают денег, помощь, конечно, но галереи современного искусства, которые могли бы быть послами доброй воли, да, в любой стране и рассказывать о русском современном искусстве, российском современном искусстве, такого сейчас не наблюдается. Но вот немецкие галереи, они получают поддержку от государства, а вот как вы думаете, почему у нас это как-то не рассчитано? Ну, потому что Германия озадачена тем, как помочь немецким художникам, своим художникам, которые, если сейчас во времена карантина каждому художнику, независимо от паспорта, ты там работаешь, ты снимаешь студию, 4 тысячи евро, все, да никто тебя не будет спрашивать, заполнять кучу анкет и докажи, что ты лоялен к власти. 4 тысячи евро, живи, трудись, ты творческий человек. У нас это с экономическим кризисом связано или с... А не, просто не... Не-не-не, денег много в стране, просто никто не задумывается. Не задумывается никто. Ни министерств культуры, ни мэрии, никому это не нужно. То есть, у них другие планы. Ну, не знаю, ну, вообще-то это просто недальновидно, я считаю. Это просто недальновидно. Вот так... Я знаю потрясающую историю. До последнего момента в Москву приезжала госпожа... Я забыл ее фамилию. Она приезжала, она департамент фотографии, современной фотографии министерств культуры Франции, приезжала в Россию закупать фотографии, просто коллекцию, пополнять коллекцию министерств культуры французскую современной фотографии, пополнять здесь. Она дружила мадам Сансир, Сансир, вот вспомнила. Она очень дружит с Ольгой Львовной Свибловой, просто приезжала с определенной суммой, которой у нее был бюджет, и закупала фотографии. Далее, она мне потом рассказывала, она у меня покупала фотографии. И у них два-три таких комиссара, которые кто-то ездит в Северную Америку, кто-то в Южную, кто-то в Европу. Вот мадам Сансир, она отвечала за Восточную Европу. Они приезжают, комплектуют выставку, комплектуют коллекцию современной фотографии 2019 года, предположим, отбирают, печатают, допечатают, обрамляют, и предлагают любому музею мира, любому министерству культуры предлагают взять эту выставку за символическую цену, может быть, за 1 евро, предположим. Но очень важно, что транспорт, страховка, все берет на себя та сторона, которая берет. Они сделали продукт. Вот, пожалуйста, Contemporary Photo 2019. Но везде в афишах будет написано, что кортези, то есть предоставлено Министерством культуры Французской Республики. То есть, они, потратив, ну, предположим, 500 тысяч евро на закупку такой коллекции, они выигрывают на пиаре, на информации о том, что Франция впереди паровоза предлагает такой... То есть, люди приходят на выставку в Сиднейский музей или, я не знаю, или в Бейрутский музей, или в Вашингтонский музей фотографий, видят коллекцию, цокают языком, потому что они видят красоту и профессионализм, да-да, и видят буклет, и видят афишу, и читают, что это надо благодарить Министерство скультуры Франции. Все, биват Франция. Наши не понимают, что есть ли галереи наши. Не музеи, не большой театр, который это тоже прекрасно, а галереи поедут и на уровень современного искусства, будут где-то представлять на Арт-Брюсселе, или на Арт-Чикаго, или на Арт-Базеле. И им надо только галереям этим оплатить дорогу и помочь заплатить аренду там. Все, это же лучшая реклама, лучший пиар. Страны не придумаешь. Не дипломатические эти переговоры, не бросание оружием, да там. А вот культура моста, ну никому это не нужно и что, ну вот так вот. Мы сидим и ждем, когда все-таки кто-то скажет, слушайте, это хорошая мысль. Я многим уже писал, многим говорил, нет, 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 не в скором времени. А вот вы говорили, что у вас раньше в галереи были какие-то итальянские художники, художники. Да, у меня был Александр Монталбана, это он, он итальянский художник. У меня, у меня Ван Дельгольц, он немецкий скульптор. У меня Урсула Молитор, немецкая художница из Кёльна с Владимиром Кузьминым, она работает. У меня была Сесилия Посада из Пуэрто-Рико, художница. У меня испанская художница, ой, 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 сейчас я вспомню. Ну то есть, то есть, американец был среди моих участников. То есть, я не могу сказать, что я плотно ими занимался, вот, но у них, у них были персональные выставки в Москве, в моей галерее. И, и именно вот те знакомства на ярмарках мне и позволяло общаться с человеком, понимать, что ему интересно и помогать организовать его выставку здесь, в стенах галереи. Мне это было интересно. А не так просто обмен выставок непонятных, какие-то институции. То есть, мне это было неинтересно. Мне было интересно все-таки знать художника хорошо и понимать, что он любит Москву и хочет в Москву приехать не потому, что потусить, а потому, что хочет показать свои работы. Но сейчас все сошло, но нет. Опять же, по экономическим соображениям, потому что и для них стало дорого приезжать в Россию, не говоря уже о получении визы, чего стоит. А какое искусство у вас попадает в фокус в вашей галерее? У меня нет ограничений, видите, вот коллажи. Следующая выставка будет рисунок на тонкой бумаге, потом будет выставка живописи, потом скульптор. То есть, никаких ограничений нет. Есть ли профессиональные работы, есть ли интересный контекст этой выставки, то мы с удовольствием покажем галерее. А вот как вы празднуете свой юбилей? Может быть, вы подготовили какие-то интересные проекты? Да, у нас есть книжка «Заведомый шедевр», уже было два издания, то есть, это интервью в канун выставок, которые мы берем у художников. Интервью длинное, оно сначала записывается на диктофон, потом корректируется текстом, потом даем художникам на согласование, потом сжимаем, 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 и получается такая очень интересная выжимка, интервью с художником. И вот мы готовим трехтомник, ну, третий том, который будет объединен в одну обложку. Да, но, к сожалению, коронавирус немножечко поменял наши планы, нарушил, мы, конечно, мы устроили здесь и арт-кутеж с художниками, и, может быть, какую-нибудь опен-эр где-то на природе отметили, потому что для галереи очень важно именно важно работать с теми художниками, с которыми мы начинали, с которыми мы продолжаем работать, новые художники, нам очень важно поддерживать их своим вниманием, и мы очень много праздников устраиваем именно для художников. Не просто вернисаж общего плана, куда приходят и гости, художники, нет, прям отдельный арт-кутеж Крокинг-галереи, он знаменитый, это может быть день именин Александров, это может быть день Татьянин день, это может быть в канун Нового года, это может быть в канун 8 марта. Да, мы эти дни какие-то маячки уже у нас выставлены, но сегодня в такой ситуации, когда мы знаем, что многие люди защищают себя от скопления большого количества гостей, конечно, будет не по-честному нам устроить арт-кутеж, зная, что половина наших художников не вернутся, не приедут с дач, с деревень, потому что побаиваются, переживают вот этот период. Мы перенесли на осень или к зиме, обязательно мы отметим, но точно знаю, это не будет выставка в каком-нибудь музее, где мы постараемся вывалить на стены всех художников и всю нашу коллекцию, потому что это будет винегрет, винегретный, самый винегретный винегрет за всю историю нашей 30-летия, мы такую выставку, мы, конечно, не будем организовать, и ничего подобного даже замыслах у нас не было. Если будет праздник, то это будет праздник живой, с музыкой, с латиноамериканскими группами, с танцами, обязательно с пением. Вы затронули уже тему коронавируса, который повлиял на все сферы нашей жизни и нарушил планы многих аркт-институций. Как повлиял коронавирус на ваш галерейный бизнес, галерейную жизнь? Галерейный бизнес? Опять, это слово бизнес, западное образование не дает возможности сказать простым словом, галерейную деятельность. Я скажу так, у меня был пропуск на каждый день, пропуск на машину. Я практически через день или каждый день бывал в галерее. Мне удалось провести три встречи за это время самых смелых гостей, которые хотели прийти в это время. В галерее проходила выставка Андрея Бильжо, называлась золото фабрики Фа Бильжо. А здесь были черные столы, тумбочки на карм стояло по отдельному золотому объекту, которые были сконструированы, собраны, склеены Андреем Бильжо из большого ящика всякого кича, скульптур, каких-то детских игрушек, киндер-сюрпризов. Вот это все он собирал композицию. Это был и морской бой, и мы за мир, это был там много было связано с Владимировичем Путиным и Пути, которые херувимчики по-итальянски Пути. То есть очень много было дискуссий Путин, Пути. Это такие они милые объекты, интересные. И это были у нас все стены были закрыты, завешены черной тканью. Вот, была точная подсветка, и каждый объект отдельно подсвечивался точным светом и заходил как бы в кунсткамеру только Гохрановскую. Но так получилось, что мы открывались 23 марта, в это время уже было запрещено. У нас была трансляция, ее посмотрело огромное количество людей, трансляция велась на YouTube, на Instagram, Facebook, у нас все прекрасно, но живых гостей не было. Так вот, я приезжал, каждый, каждую возможность, я приходил в Грию, окунался в эту золотую лихорадку, да, это самая длинная выставка в нашей истории, она прошла три месяца, таких длинных выставок у нас еще не было, максимум три с половиной недели. Мы продлили, продлили, как только, вот, открыли выставку Батынкова, вот, но я обещал Андрею, что мы закроем его выставку тогда, когда можно будет собираться, и мы устроили маленький финисаж, куда пришло небольшое количество друзей Андрея Бильжо не побоялись, как всегда, вот, потом, когда начинали выпивать, выбросили, потом мы забыли, что вообще надо, вот, это самое, потому что в галереи есть фирменный напиток Грапа, то есть, это самый лучший антисептик и санитарная обработка, сначала руки, потом, а потом вовнутрь, и все, и полдвенадцатого мы все уже забыли, что вообще существует коронавирус, и, да, и что надо держать социальную дистанцию, у нас было всего и после этого мы закрыли выставку, отменилось у нас несколько выставок за этот период, который мы перенесли, но они у нас пройдут, вот, осенью. А многим ценителям искусства знакома сейчас группа Шар и Крест, которую создал галерист Максим Боксер, и было бы интересно у вас узнать мнение ваше по этому поводу и галеристов. Как я понял, насколько мне известно, создавался для поддержки художника, чтобы художники не закисли, вот в эти времена, когда они могут выйти из мастерской и не могут выйти из дома и пойти в мастерскую. У них все же мастерские рядом с домом пропускают, два пропуска в неделю, когда человек, сидя в интернете, может предлагать свои работы для художников. Это была огромная поддержка, и, конечно, вот эта карусель, покупок, подарков, это было, это здорово придумано для художников. Но когда в число художников стали вклиниваться арт-дилеры, перекупщики, люди посторонние, сбрасывать свои ненужные как бы работы чуть других художников, это начинало подрывать, подрывать некий баланс. Некий баланс. Почему? Потому что если у тебя дома в папке лежат произведения художника, и они тебе не нужны, то нормальный коллекционер их продает, выменивает между своей же аудиторией. А тут эти работы сбрасывались на реализацию, и все равно уже было не важно по какой цене. Главное продать и избавиться. Поэтому я считаю, что художники, чьи прайсы были от 1000 долларов и выше, и пусть даже маленькая работа, которая продавалась на Шарк-Рысе за 3500 рублей, это немножечко некорректно по отношению тех коллекционеров, которые до коронавируса, до Шарк-Реста покупали у этого художника по этим ценам. Пусть даже по авторскому были явно больше 3500 или 5000. Вот это единственное, что меня тревожило, и я, конечно, с Максимом на эту тему поделился, и мое мнение они знают. Дело в другом еще. Дело в том, что сегодня существует уже моральное право коллекционера прийти к художнику, познакомившимся в Шарк-Ресте, в мастерскую, и купить у него напрямую любые произведения, обсуждая любую цену. Сейчас уже существует такой термин цена ковидного периода, цена шар-крестовской группы. То есть уже, уже, вот, буквально вчера я общался с коллекционером, который мне вот эту терминологию выдал, что сейчас ковид, ковидовские времена, ковидовские цены, дайте. То есть сейчас начинается ломка цен, а что делать тем коллекционерам, которые у художников, которые сейчас продаются на шар-кресте, покупали, ну, за минимальную цену в переводе на рубли, за 40 тысяч, за 50 тысяч, за 60 тысяч. Это авторского гонорарования. А теперь эти цены 5-10, слава богу, сейчас поднялись, для меня это вот это, это и есть та самая нестыковка, которая меня тревожит. Почему? Потому что я, как галерист, гарантировал коллекционерам, что цена произведений того иного художника будет только расти, но не падать. Потому что галерей и работает над тем, чтобы у художника появлялись новые мотивации, новые выставки, новые каталоги, новые участия в музейных выставках, новые поездки, новые интервью, это поднимает ценовую политику, да? А тут, получается, мы все занялись выживанием. Это, конечно, неплохо, но надо понимать, что наши художники сегодня, вот сцены наших художников, они и так недооценены до европейского уровня. Они и так идут, как вот, ну, с неким дискаунтом. Нам далеко-далеко еще до европейских сцен, да? А вот, если художник хочет достичь чего-то высокого и получать хорошие гонорары, ему, как ни пути, придется уезжать в Европу, туда, в развитые страны, где хороший арт-рынок, чтобы его цена, где его ценовая категория увеличилась, но здесь, к сожалению, мы боремся, это сменится и бьемся, и нам бы хотя бы удержать цены, которые есть, а тут они пошли на поддержку. Это меня, это меня тревожит, именно как галерист, так человек. Я не ханжая, я понимаю, что художникам нужно жить, нужно продавать, и это всех заводило, и это был азарт. Но это сих пор там продолжается. Я не знаю, как это, но теперь среди художников появились, я еще раз говорю, там появились уже коллекционеры, которые еще недавно покупали на арт в Москве или на космоску за подличные деньги произведения. Теперь они покупают за рубли, шли, и тоже радуются. Слава богу, что это происходит. Я хочу сказать, что Шар Крест еще и приятен тем, что открылись новые имена, новые звезды. То есть, помимо того, что, да, конечно, Андрей Бережок популярен был для этого, и его участие там прекрасно разогревало вот эту аудиторию, а вот наша художница, ну, одна из наших художников, это Дарья Каналовым, фанта, в смысле просто открылась с другой стороны. Она любила тебе, да, ее тайны, тайны. Тайна жизнь вещей. Тайна жизнь вещей, да. Это здорово, но для художников здорово, а для галерейской политики, для выставочной деятельности, для развития галерей, для развития вот этого отрывка, к сожалению, мы, это тема выживания, сохранения просто вот ну, себя в рядах, в рядах таких-таких-то возможностей зарабатывать денег. Вот, слушай, если это будет развиваться, на увеличение ценовой политики, я буду рад, вот тогда это станет уже аукционно, аукционно уже, как бы, другие правила будут, ну, не мне решать, может быть, я не совсем владею информацией, я давно уже не слежу за шарферством, потому что у нас началась выставочная деятельность, ищет заниматься, я редко стал сходить туда смотреть, но я вижу, что он набирает обороты, хорошо, пусть будет, но тогда вопрос, тогда вопрос, как дальше нам строить арт-рымок и восстанавливать цены на произведение, да? А можно ли сказать, что группа Шар и Крест пробудила кризис галерейной деятельности? Ну, кризис, я не думаю, что в галерейной деятельности это кризис больше отношения художника с галереей, не галерея с художником, то есть, когда ты видишь, что художник самостоятельно много, ну, я бы он как есть, правдею, когда художник самостоятельно много сам продает, ему не нужна галерея, он прекрасно, он прекрасно может существовать, и слава Богу, просто, как, есть художники, которые которые, ну, как бы, спит, надо говорить о деньгах, о цене за свои произведения, и не хотят этим заниматься. То есть они хотят, чтобы их вели, они хотят, чтобы у них были свои агенты, представители. В хорошем смысле, это слово. То да. А те художники, которые прекрасны себе, сами себе менеджеры, администраторы и продавцы своего искусства, прекрасны. А вопрос в другом. Вопрос в другом. Кто будет, как смогут, найдут ли они в себе силы печатать все каталоги, писать статьи искусствоведческие, нанимать кого-то, куда описывают. Арендовать пространство музейное. Это сложно. И тогда художник перестает творить. Он начинает заниматься... Материальными вещами. Агентрирование. Да, они начинают курировать собственную выставку. Это очень сложно, тяжело и не всегда продуктивно. Но, опять же, я, если это произойдет, я буду только очень рад. Но для меня стало ясно, что тот рынок, который мы худо-бедно сохраняли, как-то удерживали. Ведь раньше к нам приезжали иностранные коллекционеры, потому что здесь можно было купить в два раза дешевле. Да. А сейчас в три раза, в четыре, а в три или больше. Понимаете? То есть опять мы стали каким-то, мы становимся на кустарный уровень начинания своего арт-рынка. Не знаю, может мне это так кажется, но, по-моему, сегодня говорить о прежних ценах, даже на аукционных продажах, но восстанавливаются годы два, три, четыре. То есть, но я не могу сказать, что это галерейный кризис. Я думаю, что галереи пока не закрывались, все еще продолжают работать. Говорят, цеплят по осени, если считаем, посмотрим, посмотрим, какое количество галерей в Москве хотя бы было до коронавируса и какое вот оно к концу года. Если кто-то... По моим слухам, я знаю уже две галереи, которые закрылись. Не буду сейчас вот ничего. Но там видно причины нехватки денег. Вот, не нехватка художников, а нехватка денег. Ну вот уже первая жертва, грубо говоря. Да, первая жертва. С другой стороны, можно было бы некому галеристу кинуться в этот шар крест и давать нам работы небольшого плана. Говорят художникам, рисуйте, пожалуйста, вот маленькие форматики будем по три, курочка по зернышку. А некоторые галеристы так делали? Да. Причем иногда выставляют, туда сбрасывают работы не художников, которым устраивали галеристы. Это вообще меня удивляет. То есть галерея не работала с этим художником блогом, не организовала ни одной персональной выставки, а продает его работу. Это ковидное сотрудничество, пожалуйста. Это очень странно. Да, как так можно? Ну, видимо, можно, все, можно. Сейчас все. Я уже перестал удивляться всему, но я, опять же, это говорю как галереист. Для меня важно художника не просто потратить время и потратить деньги, а создать совместный выставочный продукт, который будет радоваться, который будет дальше приглашаться куда-то, показываться и будет продаваться. Искусство. Ну, так, понимаешь, художник подглядел из кустов. Искусство. То есть он подглядел из кустов и изобразил то, что подглядел. Вот это искусство, ну, мне кажется. Да, нет? Только самые верные зрители, которые досмотрели это видео до конца, узнают сейчас о самой интригующей части сегодняшней встречи, а именно рубрике, в рамках которой вы можете стать коллекционером. Сейчас Михаил расскажет. Друзья, в связи с тем, что наша выставка произведений золотого искусства, золота фабрики Фабельжо, проходила целых три месяца, а мало кто видел ее в очном присутствии. В основном это шли трансляции, и здесь небольшие фрагменты этой выставки. Дело в том, что когда выставка открывалась, Андрей Бельжо предложил вот эту работу, которая называется «Девочка с пробковым сбором», для продажи в фонд, благотворительный фонд «Линия жизни». Этот фонд занимается операциями, кардиологическими операциями для детей, а цена стояла на нее 100 тысяч рублей. Я полностью, полностью всю сумму мы готовы будем передать «Линии жизни», если кто-то из вас в свое первое приобретение, в свою коллекцию сможет начать, во-первых, с имени Андрея Бельжо. Это известнейший художник, известнейший писатель, известнейший рассказчик, известный весельчак. И одна из первых работ из серии «Золото Фабельжо» – вот эта скульптура. Здесь, конечно, собрана очень сложная композиция. Здесь и девочка, которая игрушечная, здесь и пробки настоящие вины, здесь и монетки, здесь и динозаврик, здесь и какие-то… Я даже не знаю, здесь кто, здесь целуется мышка, целуется с другой мышкой, здесь и штопор какой-то в антиквариатном обрамлении. Так что работа прекрасная, чудесная. Я предлагаю стартануть, то есть первый рубеж преодолеть 100 тысяч. Если кто захочет перебить и дать следующий шаг 105 тысяч, а потом кто захочет перебить 105-110, я с удовольствием отдам в хорошие руки. Вот, Настя, это благодаря только Насте, только Настя могла уговорить меня расстаться с этим куском золота, золота. А, кстати, материал какой? Материал тут смешанная техника, тут есть и пластик, и пробка, и монеты, и металл. То есть всё настоящее? Да, это придумано бильжо, эта композиция называется «Пробковый сбор». Кто не знает, когда вы приходите в ресторан со своим напитком, то дежурный или администратор ресторана говорит, «Хорошо, мы тогда вам посчитаем счёт пробковый сбор за вашу бутылку виски, которую вы у нас приобрести не можете, она будет коллекционная от вас, вы будете пить, но пробковый сбор, будьте любезны, внесите в кассу. Каждая пробочка стоит 300 рублей. То есть здесь, если оценить по себе стоимость, уже сама работа сама по себе стоит 50 тысяч. То есть мы предлагаем на самом деле оставлять свои цены, свои ставки под этим видео, и через месяц, наверное? Да, да. Благодарим всех за просмотр, делитесь обязательно этим видео, ставьте лайки, и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok